Сегодня великий день в истории следующего канала, потому что впервые мы будем смотреть на ноутбук со складным форм-фактором или, проще если говорить, то со сгибающимся экраном. Типа знаете, как есть Samsung Galaxy Fold, а это вот Lenovo Fold. Про модель Lenovo Syncfad X1 Fold мы подробно рассказывали в выпуске новостей. Пожалуйста, посмотрите его и напишите в комментариях либо под тем видео, либо под этим, что еще попросить у Lenovo на обзор из этой серии. Вот это вот инженерный сэмпл, а не серийный образец, поэтому мы решили снимать не какой-то там подробный обзор, потому что это будет не совсем объективно, а просто показать вам вообще на что способен вот этот вот складной форм-фактор для ноутбука и заодно попробовать в целом оценить рынок и складных смартфонов и складных ноутбуков и вот каких-то там прогнозов вам дать и еще немножечко поэзии в конце. Ну, как обычно. В сложенном состоянии Lenovo Syncpad X1 Fold это такая типичная толстенькая книжка в обложке. Ноутбук красивый и какой-то тактильный, что ли. Мне все время хочется держать его в руках. В разложенном состоянии он похож на очень большой планшет с 13,3-дюймовым экраном и разрешением 2048 на 1536. Это не стандартные пропорции для Windows 10, это вот скорее что-то ближе к iPad, однако операционная система справляется и интерфейс прекрасно помещается в этот экран. Сам по себе дисплей красивый и это именно планшетный, а не ноутбучный стандарт качества картинки. Место сгиба экрана видно на просвет. На ощупь оно также ощущается, особенно если экран уже был согнут какое-то количество раз. Правда, я не могу сказать, что это сильно мешает во время эксплуатации. Lenovo гарантирует 30 тысяч сгибов без последствий для экрана. Это много или мало? Для меня это самый важный вопрос вот в этом складном форм-факторе. Потому что, на мой взгляд, хороший ноутбук должен прожить хотя бы 5 лет. И это значит 15 сгибаний в день. Ну или 16. Как по мне, если ноутбук призван заменить одновременно и электронную книгу, и планшет, и как ноутбук еще работать, то, скорее всего, в течение дня его придется сгибать большее количество раз. Поэтому вот эти гарантированные 30 тысяч сгибов, это ну как бы маловато. Но я держу в уме, что это первая реализация технологии сгибающегося экрана. И понятно, что если тема приживется, и эти штуки будут выпускать дальше, будут вкладываться деньги в исследование, то, конечно же, следующее поколение таких экранов будут более выносливые. Будут выдерживать уже 50 тысяч, 100 тысяч, 120, 150, ну понятно. И то же самое, вот такой взгляд в будущее, нам показывает, что в будущем такие штуки будут тоньше. Потому что, на мой взгляд, сейчас Lenovo Fold, он толстоват. Вот этого вот, ну как бы хотелось бы от складного девайса большей легкости, так сказать. И мы ее получим, когда процессоры ловелапнутся на следующий техпроцесс и электроника станет меньше. То есть я стараюсь разделять реализацию и концепцию, потому что концепция с нами, скорее всего, надолго. А реализация, ну что, ну это первое поколение. Итак, что можно сделать с Lenovo ThinkPad X1 Fold? Можно выдвинуть подставку сзади, поставить разложенный ноутбук вертикально и смотреть видео. Можно пользоваться ноутбуком как планшетом. И это прекрасно сочетается со стилусом и графическим редактором. Моя дочка за 15 минут нарисовала такую картину, которую я бы, наверное, рисовал всю жизнь. Когда мы сгибаем ноутбук, он спрашивает у нас, какую ориентацию экрана включить. И я очень рад, что не нужно самому думать, и система более-менее справляется с тем, чтобы автоматически перестраивать экран. Вот как бы, как для Windows, эргономика прям реализована. Комплектная клавиатура примагничивается на половину экрана. Она подключается к компьютеру по Bluetooth. И вот если это все собрать, то мы получаем такой себе ноутбук. Конечно, немного пухленький, но при этом быстрый и симпатичный. Можно согнуть ноутбук и не подключать клавиатуру. Тогда получается, что мы можем на половине экрана смотреть какое-нибудь видео, а на второй половине экрана работать. Штука немного напоминает смартфоны с их мультиоконностью, да? Аппаратная начинка Lenovo Syncpad X1 Fold в данном случае вторична, потому что еще раз подчеркну, что мы сейчас оцениваем именно идею, а не конкретное исполнение. Но вообще мы можем еще раз проговорить, что в этом ноутбуке имеются динамики Dolby Atmos, процессор установлен Intel i5 L16 G7, есть 8 гигов оперативы и до 1 терабайта памяти. В целом производительность ноутбука, ну, наверное, средненькая, однако, как я уже повторил, сейчас я это не хочу оценивать. Вот серийный аппарат я бы еще прогнал по тестам каким-то, здесь смотрим идею. Форм-фактор, вот что цена в сгибающемся ноутбуке. И я действительно вижу в этом форм-факторе перспективу, как минимум для обычных пользователей, которые просто потребляют контент, которым нужен большой экран и какие-то такие компактные размеры. Также этот ноутбук может подойти профессионалам, которые рисуют на ПК, потому что его вот этот форм-фактор складной. Он удобен и для работы, и для переноски, и если бы еще куда-то можно было к обложке стилус прикрепить, было бы вообще идеально. С другой стороны, я почти уверен, что в геймерских ноутбуках эта тема никогда не приживется, потому что геймерский ноутбук это все-таки история про совсем другого уровня клавиатуру. И вот лично мне, как писателю-журналисту, тоже хотелось бы клавиатурки побольше, какой-то более уверенной и в целом более стабильного форм-фактора. Но вот какие-то определенные сегменты, вот эта вот складная тема, она определенно может завоевать. В этом году практически все вендоры выпустят флагманские складные смартфоны. Слухами об этом уже полнится земля. Дальше со временем эти смартфоны будут дешеветь. И в целом, вот что я лично думаю по поводу перспектив складывающихся смартфонов. Я думаю, что люди массово начнут нести деньги и покупать именно вот эти вот штуковины тогда, когда переплата за сгибаемость будет составлять, ну, не больше, чем половину стоимости от планшета, сопоставимых характеристик, которые можно докупить вот в довесок к обычному смартфону. Вот как только экономия реальная появится, люди повалят. Но со складными ноутбуками ситуация выглядит немножко сложнее, потому что это другой форм-фактор и другие сценарии. Дело в том, что ноутбук с сенсорным экраном и 360-градусным раскрытием, что, в принципе, уже давно не инновация, это уже планшет. И складная форма экрана ноутбука это не про возможность получить экран больше. На самом деле это просто про уменьшение веса, чего пока не очень происходит, и сокращение размера существующего ноутбука. Это другая пользовательская выгода и, соответственно, знаете, другая мотивация для кошелька. Так долго я подводил к мысли, что переплата за сгибающийся экран в ноутбуках, она должна быть еще меньше, чем переплата за сгибающийся экран смартфона. Потому что здесь выгода не такая очевидная для пользователя, по крайней мере, на текущем этапе развития технологий. Но в будущем, как я думаю, как раз эта тема очень хорошо выстрелит. Потому что, что у нас делает серийное производство? Оно удешевляет любое изобретение. Вот эти все экраны, они сейчас такие дорогие, соответственно, вот эти ноутбуки тоже дорогие. Но вот их начнут, когда выпускать серии, вложат еще немного денег в развитие технологий, окажется, что действительно можно делать очень дешевые складные лэптопы. И вот тогда, я думаю, тема реально заиграет. Вот такую интересную штуковину сегодня посмотрели. Надеюсь, это не последний наш складной ноутбук на канале. Обязательно напишите в комментариях, что думаете по поводу этого форм-фактора. И вот особенно мне интересно, купили бы вы себе такой аппарат? И если да, то при каких условиях? И за какие деньги? Ну, а у нас на этом все. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, потому что будет еще очень много классных видео. И, собственно говоря, я ухожу их сейчас снимать. До новых встреч и пока. Нас ведет вперед безупречный план. Ноутбуком будет сплошной экран. Сложим вдвое, как крылья сложил орел. Вложим клаву и вот наш лэптоп расцвел. Продолжение следует... Продолжение следует...